Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня рассмотрим проблемы и слабые стороны Nissan Primera 3 поколения. Начнем мы с проблем силовых агрегатов. Для Nissan Primera 3 была доступна широкая линейка силовых агрегатов. Это бензиновые 1.6 на 109 л.с., 1.8 на 116 л.с., 2.0 на 140 л.с. и 2.4 литра на 170 л.с. Также были доступны дизельные модификации с объемом 1.9 литра на 120 л.с. и 2.2 литра на 126 и 139 л.с. Слабым местом мотора 1.6 является ЦЭП ГРМ. Ее ресурс в среднем составляет 140-160 тысяч километров. Симптомами ее поломки являются проблемы с запуском агрегата, увеличивается шумность работы и плавает холостой ход. Примерно столько же служит ролик и ремень генератора. Виновником неустойчивого холостого хода также может быть сильное загрязнение дросселя, сеточки бензонасоса, либо клапана ЕГЭ. Нередки случаи и разрушение катализатора на пробеге 150-200 тысяч километров, крошки которого затягивало в цилиндры. Чтобы не иметь проблем с поршневой, катализатор нужно заблаговременно удалить или поменять. После 6-8 лет эксплуатации в замене нуждаются датчики коленвала. На авто первых годов выпуска может начать сбоить блок управления двигателем, в результате появляется дергание на низких оборотах. Для устранения недуга нужно перепрошивать электронный блок управления. После 200 тысяч километров появляется масложор, который с увеличением пробега прогрессирует. Из мелких неприятностей можно отметить небольшой срок службы модулей зажигания, прокладки клапана холостого хода, не очень удачную конструкцию бензонасоса и слабые вентиляторы и радиатор системы охлаждения. Стоит отметить, что гидрокомпенсаторов здесь нет, поэтому каждые 80-100 тысяч километров необходимо проводить регулировку тепловых зазоров клапанов. Номер двигателя выбит на блоке цилиндров с правой стороны и сильно подвержен коррозии. При должном обслуживании движок способен продержаться до 500 тысяч километров. Мотор 1.8 является точной копией мотора 1.6, но с увеличенным диаметром цилиндров. Двухлитровый бензиновый агрегат и его увеличенная копия оказались менее надежными, чем более слабые моторы. К основным проблемам этих движков стоит отнести слабый катализатор, он разрушается на пробеге 120-150 тысяч километров. А после рестайлинга в 2006 году он получил металлическую основу, благодаря чему перестал вредить поршневой. А также слабым местом является цепь ГРМ, она растягивается, нередки случаи, когда цепь не дотягивала и до 100 тысяч километров. Также дурной славой нажила себе и поршневая группа. После 150 тысяч километров залегают кольца и существенно увеличивается расход масла. Довольно скромным ресурсом обладают фазовращатель, термостат, прокладки клапанной крышки и головка блока цилиндров. Еще к ним можно причислить и масляный насос. К тому же авто с такими агрегатами испытывают сложности с запуском в сильные морозы. Как правило, причина кроется в плохой адаптации блока управления к нашим климатическим условиям. Периодически возникают проблемы с устойчивостью работы двигателя на холостых. Для ровной работы мотора нужно время от времени чистить форсунки и дроссельный узел. При проведении замены свечей зажигания рекомендуется использовать динамометрический ключ, так как превышение момента затяжки может закончиться появлением трещин в свечных колодцах и дальнейшей заменой ГБЦ. Образование трещин в головке блока цилиндров также может быть вызвано сильной детонацией. Есть проблемы с надежностью у системы охлаждения и термостата, выход из строя которого чреват перегревом алюминиевого блока цилиндров. При пробеге 150-200 тысяч километров нередки случаи отказа стартера. Что касается ресурса, то у дорестайлинговых версий авто в большинстве случаев уже к 250 тысячам километров приходилось менять головку блоков цилиндров и капиталить мотор. После рестайлинга многие проблемы устранили, благодаря чему ресурс движков увеличился до 400 тысяч километров. Дизельный Nissan Primera 3 довольно редкий гость на вторичном рынке, так как к нам официально не поставлялся. Как правило машины работающие на тяжелом топливе были завезены с Европы и оснащались мотором 2.2 DCI. Из слабых мест здесь можно выделить ненадежность блока управления двигателем и датчика давления наддува. Нередко владельцы нарекают и на текущий интеркулер, а также заклинивший клапан EGR. Он быстро зарастает нагаром. На пробеге 200-250 тысяч километров в замене нуждается двухрядная цепь GRM. Она растягивается. Также стоит отметить хрупкие свечи накаливания, которые при замене зачастую обламываются, после чего достать их из колодцев весьма проблематично. В остальном мотор надежен, форсунки выхаживают более 150 тысяч километров. Турбина может выходить 250 тысяч и более. При должном обслуживании движок прослужит около 350 тысяч километров пробега. Что же касается трансмиссий, то для Nissan Primera 3 были доступны 5- и 6-ступенчатые механики и 4-ступенчатый гидромеханический автомат Jatco. Также присутствовал и вариатор от той же Jatco. Как ни странно, но самой проблемной здесь является 5-ступенчатая механическая коробка передач, которая могла нуждаться в недешевом ремонте, не прослужив и 100 тысяч километров. Причина ненадежности механики кроется в ее неудачной конструкции и в плохом качестве подшипников. Если владелец вовремя обращал внимание на появившийся шум, ремонт коробки обходился относительно недорого. При затягивании с ремонтом появлялись проблемы с шестернями и дифференциалом, которые приводили к заклиниванию коробки и ее существенным повреждениям. А вот с 6-ступкой проблем практически нет, особенно в версии с бензиновым мотором. У дизельных машин в результате сильного износа подшипников и изменения зазоров перестает включаться 4-ая передача. Общим недостатком механических коробок передач является быстрый износ синхронизаторов, особенно при неаккуратном обращении. Довольно проблемным считается и бесступенчатый вариатор CVT. Дело в том, что эта трансмиссия любит качественное обслуживание. Замена смазки здесь рекомендуется каждые 20-40 тысяч километров. Вариатор очень сильно боится перегрева и нагрузок. Резкие старты, пробукцовки, длительные движения на высоких скоростях и так далее – это все не для этой коробки. При несоблюдении правил эксплуатации и интервалов обслуживания, продукты износа быстро забьют редукционный клапан масляного насоса и соленоиды гидроблока, в результате чего снизится давление масла и ускорится износ трущихся деталей. К слабым местам вариатора можно отнести степ-мотор, он отвечает за регулировку передаточного числа. Также слабым местом являются подшипники валов, шлицевые соединения мув к планетарной передаче и пакет ее фрикционов. При частых перегревах быстро сдаются датчики скорости вращения и клапан сброса давления. Ресурс трансмиссии редко превышает 200 тысяч километров. Куда надежней оказался четырехступенчатый автомат. Как правило, он не доставляет проблем до 200 тысяч километров. А если поломки раньше и случаются, то они так или иначе связаны с неудовлетворительным обслуживанием. Масляное голодание коробки приводит к быстрому износу шлицов заднего планетарного ряда. Слабым местом автомата считаются накладки блокировки. Признаком сильного износа послужит течь сальника и насоса. Также к слабым местам можно отнести и тормозную ленту ГДТ. Ее ресурс составляет около 200-250 тысяч километров. Соленоиды выдерживают до 300 тысяч километров. Столько же живут и фрикционы. На передней оси Nissan Primera 3 применена независимая подвеска типа McPherson на задник балка. Благодаря простоте конструкции подвеска обладает удовлетворительной надежностью и простоте в ремонте. Как ни странно это прозвучит, но самым проблемным местом ходовой части является балка. При отсутствии должного ухода сгнивают места крепления и она отваливается. Схожая проблема может постигнуть и подрамник. Что же касается ресурса расходников подвески, то он достаточно велик. Так, например, втулки стабилизатора и опоры стоек служат 80, а то и 100 тысяч километров. Амортизаторы в среднем ходят 120-150 тысяч километров. Столько же выдерживают шаровые опоры и сайлент-блоки. Ступичные подшипники сдаются на пробеге 150-200 тысяч километров. В системе рулевого управления применен реечный механизм с гидроусилителем руля. Данный узел оказался проблемным и требует постоянного контроля состояния пыльников и уровня затяжки. Немало вопросов вызывает и ресурс пластиковых втулок рейки. К 100 тысячам километров разбиваются они и текут. Ближе к 150 тысячам километров изнашивается подшипник нижней крестовины рулевого вала. Рулевые наконечники служат 80-100 тысяч километров, тяги до 140-160 тысяч километров. А вот тормозная система менее проблемная. Основной неприятностью являются закисающие суппорта. Из-за отсутствия должной защиты от грязи их необходимо периодически промывать. Со временем может начать некорректно работать АБС. При торможении он прихватывает колеса. Причина, как правило, в кольцах гребенки. Они растрескиваются. Расходники обладают приемлемым ресурсом. Тормозные колодки ходят 50-80 тысяч километров. Диски 200-300 тысяч километров. Лакокрасочное покрытие у кузова, в отличие от других моделей марки, довольно неплохого качества. Особенно в машин английской сборки. Однако в силу возраста авто определенные проблемы с ним все же есть. Помимо традиционных повреждений лакокрасочного покрытия, это сколы и царапины, можно отметить и наличие у многих экземпляров следов пескоструя на капоте, передней кромки крыши и порогах. Мало кто знает, что Nissan Primera P12 стала одной из первых моделей Nissan, при изготовлении которой применялась оцинкованная сталь. Несмотря на это, оставлять открытые участки без внимания надолго не стоит. Со временем они начинают цвести. Быстрее всего ржавчина появляется в колесных арках, на порогах и в местах контакта бамперов с кузовными элементами. А вот днище автомобиля при отсутствии должного ухода, может преподнести немало неприятных сюрпризов. Здесь довольно быстро начинают ржаветь элементы креплений бамперов и переднего подрамника. Интенсивно коррозирует и передняя панель вокруг радиатора. Плохо противостоят натиску рыжей болезни и лонжероны в местах крепления балки задней подвески. В задних арках из-за плохого качества герметика могут начать ржаветь швы. Довольно слабую защиту от коррозии имеют места креплений под крылком, кронштейны, шпильки, швы и кромки кузовных панелей. Еще одним потенциально проблемным местом считается багажник. Дело в том, что в нем может скапливаться влага, которая провоцирует появление ржавчины на швах. В запущенных случаях прогнивает насквозь. У авто в кузове седан может подвести проем багажника. В нем появляется трещина в верхней части. Данная неприятность даст о себе знать характерными скрипами во время движения по ухабам. Если проблему не устранять, со временем придется менять заднее стекло. Оно трескается. Чтобы решить проблему раз и навсегда, нужно устанавливать усилительные косынки на верхнюю часть арки и стыках стаканов задней подвески с панелью пола. Есть нарекания и на надежность защитного пластика оптики. Он быстро затирается, мутнеет, как результат снижается яркость светового пучка. В оптике, оснащенной ксеноном, довольно быстро выгорает отражатель. Из менее существенных неприятностей можно выделить ненадежность крышек, форсунок омывателей фар, ограничители дверей и уплотнители антенны, установленные на крыше. Иногда она протекает. На авто первых годов выпуска довольно часто подводят наружные пластиковые ручки и замки дверей. Капризничают микропереключатели и моторчики. Встречаются нарекания и на механизм стеклоподъемников. Стекло отрывается от каретки тросового привода и падает в дверь. Может доставить проблем и кнопка открытия багажника. Там изнашивается уплотнитель и внутрь попадает влага, которая приводит к окислению контактов. Салон Nissan Primera 3 обладает не только оригинальным дизайном, но и качественными материалами отделки. Из недостатков здесь можно выделить слабую шумоизоляцию, неудачное расположение салонного фильтра, он быстро забивается листьями и другой грязью, а также сложностью с настроек некоторых опций климатической системы, например обдув стекла горячим воздухом. Что же касается электрооборудования, то здесь стоит отметить возможные проблемы с кондиционером. Трескаются трубки магистрали, ненадежный компрессор и муфта. После 150-200 тысяч километров может засвистеть моторчик отопителя. Возможно проблемы и с мультимедийной системой, она сбоит. А у монохромного дисплея со временем пропадают пиксели. Также нужно быть готовым и к мелким сбоям в электронике. Ложно срабатывают датчик подушек безопасности и штатная сигнализация. Из-за окисления контактов при торможении вместо стопов может включаться камера заднего вида. Ну а если подытожить, то Nissan Primera 3 обладает запоминающейся внешностью, неплохими характеристиками и качественным салоном и невысоким ценником на вторичном рынке. Несмотря на это, данная модель считается не самым лучшим вариантом для приобретения во вторые руки среди одноклассников. Если вы все же решились на покупку данного авто, отдайте предпочтение рестайлинговым экземплярам и не скупитесь на качественную диагностику. Из достоинств Nissan Primera следует выделить внешний вид, комфортный салон и хорошую управляемость. Из недостатков стоит подчеркнуть слабую шумоизоляцию, жесткую подвеску и требовательные к уходу кузов и днище. Если вы являетесь владельцем Nissan Primera P12, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на мой канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok